В два часа мы добрались до Коктебеля. Из Москвы выехали вчера в 7 утра, ночевали в Тимошевске. Вот идем смотреть пляж. Остановились в гостевом доме Кактус. Сейчас уже время три, но жарко. Тут напротив у нас кемпинг оказывается. Пляж здесь галечный. Водичка прохладная, но скорее теплая. В жару, наверное, вообще отлично. Набережная, как и любого курортного города, полна туристических сувенировых магазинчиков. Разные кафешечки. Дом-музей Волошина. Сейчас тут проходит симпозиум. Покушать мы зашли в такое интересное место на берегу. по совместительству караоке-клуб. Цены здесь, в принципе, как и на набережной, практически везде одинаковые. Фишка, конечно, этого места. Такие качельки. И близость к морю. Такие тут порции. Это уже практически съеденный салат. Здесь тоже практически съеденный салат. Да, порции нормальные. свининка и курочка. И середина. В muted過去. А сейчас удачусь. Удачи,enga, manager, manager. вот через несколько раз, как я не попал. В поеду перевода и почему они не могут отрыватьсп Купила себе матрас и могу чилить подальше от людей посреди моря Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это холм Юнге, где есть могилы его и сыновей Отсюда открывается такой вот вид Это вот то, что осталось от могил Что-то вроде склепа, наверное Потому что раньше здесь был на горе храм, который был разрушен немцами И он упал в воду Тут тоже кемпинг такой дикий Начали свое восхождение к могиле Волошина На вот эту гору Кучук-Яношар Как раз под закат Вот за этим холмом продолжается дорога еще выше В принципе там люди видны Если присмотреться Туда нам надо Ну что же я поднялась Это казалось сложнее, чем я думала Я направляюсь именно сюда Вот она вершина этой горы Могила Волошина Сейчас поближе к ней подойдет Прекрасный закат Здесь вот с этой стороны Не такой крутой подъем Мне кажется он чуть подольше Но полегче Потому что я шла Прям конкретно в горку И этот подъем Ведет быстрее К непосредственно Могилям А я поднялась Немного в другом месте И есть поверье Что если принести сюда камушек И написать на нем свое желание Естественно оно сбудется Куча-куча камушков Классно Классно Боже мой Хожу по чем-то желаниям Все конечно Здесь Очень красиво Я честно говоря Уже отдушалась И здесь еще крест Он вроде бы называется Поклонный крест А это просто действительно Поклонный крест От благодарных петербуржцев Сожигаются огни Ночного города Приехали в новый свет На завод За полчаса До экскурсии Открываются продажи Здесь Вот еще Описание разных экскурсий Мы взяли экскурсию Парадис Она еще по-моему называется Царский тур С дегустацией Человек есть силы Человек есть силы переводится Музыка Музыка Сюда Сюда выстреливает пробка С осадком Чтоб осталось чистое шампанское Музыка 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 Парковка здесь 100 рублей час, и рядышком есть фирменный магазин, где можно закупиться. Правда, выбор даже не такой большой, как на дегустации. В основном 2-3 вида шампанского, но нам очень понравилось вот это вот красное шампанское. Я вообще первый раз в жизни пробовала красное шампанское. Есть коньячок, октябель. И вина. Кенуэзская крепость. Из развлечений здесь еще есть аквапарк. Там 20 с чем-то горок. Народу стоят. Здесь зона что-то вроде луна-парка. Колесо, тир, VR-аттракционы. Даже есть такой мини-зоопарк. И дельфинарий. Представление где-то полодиннадцатого, по-моему, начинается. Сейчас уж только девять с чем-то. Все еще закрыто. На пляже лежаки платные по 200 рублей за день. Еще достопримечательностью здесь является та гора. Кородак. Это потухший вулкан. Туда можно плыть на вот этих корабликах. Это стоит тысяча рублей с человека. Здесь на водном прокате на банане 600 рублей. Но надо ждать, когда наберется группа. Мы вчера так и не дождались. Поэтому хотим взять катер. Шесть тысяч стоит час. И прокатиться вон туда. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok